МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Циклон накрыл большую часть Амана. Сильные ливни с градом прошли в регионе Аль-Батина. В Нахле после сильных осадков прошли наводнения. Некоторые улицы превратились в реки, в бурном потоке неслись сломанные ветки деревьев и мусор, смытый водой. Часть жителей пришлось эвакуировать. В районе Аль-Халти сильные потоки воды сошли с возвышенности, размывая фундаменты и снося целые постройки. В районе Рустака ливень сопровождался сильным градом, оставив после себя на дорогах снежную кашу. В столице Амана-Мускате с полутора миллионным населением из-за наводнений на дорогах образовались пробки. Некоторые районы оказались отрезаны из-за невозможности транспортного сообщения. В ряде регионов Амана власти объявили чрезвычайное положение. Амана-Мун-Поксиады Амана-Мун-Поксиады В Индонезии в округе Черебон произошло сильное наводнение в ряде деревень в подрайоне валят во вторник вечером. Наводнение произошло из-за разлива рек Сибирис и села Пангантин. Из-за притока воды уровень продолжал стремительно подниматься. Многие жители оказались заперты в своих домах, так как улицы превратились в бурные реки. В особо опасных районах спасатели помогали жителям эвакуироваться. В Турции вблизи побережья Анталии прошел торнадо. По заявлению властей, есть некоторый ущерб инфраструктуре на побережье. О пострадавших информация не поступала. Площадь пожаров в Приморье достигла 7,5 тысяч гектаров. Новый очаг появился у границ национального парка «Земля леопарда», но вскоре его смогли потушить. Сейчас угрозы диким животным нет. Однако один из туристических маршрутов все же решили закрыть. На юге Приморья продолжает действовать особый противопожарный режим. Местами огонь подходит к населенным пунктам, но пока жилые постройки удается отстоять. Справиться с огнем мешает сухая и теплая погода, а также сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду. В Петербурге, в одном из многоквартирных домов, упал лифт, в котором ехали 13 человек, трех пострадавших доставили в больницу. Как уточняет местный комитет здравоохранения, лифт сорвался с восьмого этажа. В больнице находятся двое взрослых 38 и 32 лет, а также ребенок 8 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести. В ходе проверки ведомство даст оценку работе организации, управляющей общедомовым имуществом, а также соблюдению требований безопасного использования лифтов, сообщили в региональном следственном комитете. Крупный пожар произошел на складе горючих материалов к северу от города Детройт, штате Мичиган. Вызов на номер экстренных служб поступил в 20 часов 50 минут по местному времени в понедельник, а полностью локализовано пламя было только утром во вторник. Очевидцы, а также жители домов, расположенных неподалеку от места происшествия, утверждали, что были слышны многочисленные взрывы, а в домах ощущалась вибрация, похожая на афтершоки. Здание склада практически полностью сгорело, так как спасатели не смогли добраться до него из-за сотен детонирующих металлических баллонов, а их обломки поднимались в воздух и разлетались в радиусе полутора километров от места происшествия. Во время пожара в здании не было людей. Полиция и пожарная служба обращались за помощью и к другим местным полицейским органам и бюро по огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, поскольку по масштабу пламени, охватившего склад, было неясно, какие материалы хранятся в ангарах. Яркий метеор запечатлен над Пуэрто-Рико рано утром во вторник, 5 марта, около 3 часов 40 минут утра. По данным Карибского астрономического общества, это был спорадический метеор. Продолжается извержение вулкана Фернандина на Галапагосских островах. Из жерла вулкана сочатся многочисленные потоки лавы, также несколько рукавов лавы исходят из боковой трещины и остаются активными на юго-юго-восточном склоне вулкана. Лава еще не достигла океана и до сих пор неизвестно, достигнет ли она в конечном итоге воды. Когда лава взаимодействует с водой, она делает это взрывчато, образуя обильные парогазовые выбросы. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Ирана в провинции Систан и Белуджистан в 7 часов 50 минут по местному времени, как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 39 километров. Эпицентр располагался в 58 километрах от города Фануш. Подземные толчки ощущались в ряде районов Ирана. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в среду в 8 часов 10 минут, по местному времени в 133 километрах от Аксу в Синьцян-Уйгурском автономном округе Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на небольшой глубине в 7 километров и толчки ощущались на обширной территории. По предварительным сейсмическим данным, землетрясение не должно было причинить сколько-нибудь существенного ущерба, но вероятно, ощущалось многими людьми, как легкая вибрация в районе эпицентра. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий.